МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я видел. Константин Сичихин. Парен общественной палатки Регионального штаба УНМ. Я тебе хочу сказать, что тормозить сложно. Есть какой-то там тормозной пуск. С запасом нужно торможить. Надо прямо дистанцию соблюдать. Ужасно, ужасно. Я сейчас, пока сюда ехал, аварию не создал. Мы просто избалованы. Или избалованы по погодой в этом году. Вы вспомните, какое месиво бывало обычное у нас, начиная с декабря. Все двигались медленно, размеренно. Тут привыкли, что дороги вроде чистят, снегопадов вроде нет. Я, кстати, тоже недавно высказывал мнение о том, что в этом году не так много снега в областном центре. Но, видимо, мое мнение начинает опровергаться. Так что погода и природа берет свое. В общем, раньше февраль прибежается. Итак, по поездке дня пройдемся. Гостем нашего второго часа после 12.05 станет Дмитрий Печенкин, начальник отдела благоустройства, управления благоустройства и транспорта администрации Кирова. Уже практически 9 недель идет прием заявок. И скоро будет завершен. В феврале. До 12 февраля. Ну, вот уже скоро. Прием заявок от жителей города на облагораживание тех общественных пространств, территорий в нашем городе. В рамках федеральной программы. В рамках федеральной программы. В этом и в следующем еще году. В 2019. Ну, так анонсировано, по крайней мере. СМИ уже сообщают о том, что некие заявки есть. И, я думаю, в прямом эфире Дмитрий Александрович выслушает и вашим слушателям предложение. Ну, давно не подводили промежуточные итоги. Сколько заявок, каких поступает. Я знаю, что некоторые заявки не будут приняты, потому что неправильно оформлены. И мы, собственно, для этого пригласили Дмитрия Александровича, чтобы он пояснил, чтобы наши ожидания потом не ввергли нас в разочарование. Потому что, если неправильно подана заявка, то она просто не пройдет. Ее даже рассматривать не будет. Мы об этом тоже поговорим в следующем часе. Опрос на сайте и на нашей странице ВКонтакте про двор, про ваш двор, чтобы его отремонтировали, что вы готовы сделать. Голосуйте. Да, ну, как ни странно, двор-то ведь это не по федеральной программе. Ну, мы разберемся. Там несколько есть линий, видимо, несколько источников. Это тоже по федеральному программу. Потому что все-таки комфортная городская среда. Это примерно такие моменты. Это сейчас Константин Сичихин про комплексное развитие территории начинает говорить. Потому что он кое-чего добился в этом вопросе. Но давайте, кстати говоря, раз уж мы про это заговорили, уделим некоторое время этому, раз Косте здесь. Про заговорили, да? Раз Косте здесь, да. Про то, что удалось сделать. Потому что в конце прошлого года, я помню, ты не раз инициировал вот эту историю, что давайте мы как-то будем совмещать программы, которые существуют в городе, федеральные программы, областные программы, ППМИ и прочее, для того, чтобы видеть результат сразу в каком-то там, например, квартале, да? Да, конечно. Не только отдельно сделанную дорогу, или где-то вот в Адвадаре построили, я не знаю, детскую площадку, а чтобы сразу было видно и тротуар, и дорогу, и газон, и, может быть, сквер, и площадку, а не вот такими заплаточками работать. Получилось что-то? Ну, я надеюсь, что в этом году мы увидим вот один из таких кварталов. Это как раз территория улица Ленина, Хлоновская, Верхосунская и Нагорная, потому что, по крайней мере, эти улицы... То есть, Задольный? Да, в районе Задольного. Потому что эти улицы в этом квартале, они внесены в программу безопасной и качественной дороги, БКД, да, на сегодняшний день. Это именно улица Хлоновская, Верхосунская и Нагорная, вот этот там небольшой участок. То есть там будут сделаны дороги? Ну, дороги там уже, они есть в программе, Верхосунская уже есть на сегодняшний день. Ну, мы попросим нашего звукорежиссёра, Дениса Князева, чтобы походу что-то сделать можно с посторонними звуками. Да, улица Верхосунская, Нагорная, вот она есть, Хлоновская, там тоже участок находится на сегодняшний момент. Улица Ленина, честно, не помню, но она более-менее там в надлежащем состоянии находится, включена, не включена, сейчас не прокомментирую. А так, надеюсь, что Министерство здравоохранения включит реконструкцию зданий, которые там находятся в больнице. А какие у нас там больницы? А там у нас... Номера сейчас поменяли, трудно вспомнить. Да, на Верхосунской, но на Верхосунской, там поликлиника, и как минимум больница пониже. Там, ну, как бы, общий комплекс, он немножко разделён по обе стороны. И, по крайней мере, там находятся социальные объекты. Это два детских садика, один 196-й и школа там находятся. Ну, по крайней мере, и фонд капитального ремонта обещает, что они отработают эту территорию более плотно на сегодняшний момент. Увидим в ближайшее время, если фонд начнёт выставлять на проектирование дома по этому району, то мы увидим вот тот комплекс, о котором мы разговаривали. Более плотно фотоапитальное время что имеется в виду, что он какое-то большее внимание уделит домам, находящимся в этом районе. На сегодняшний день фонд капитального ремонта тоже подходит рассматривать свою программу уже в рамках комплекса. Не как это было раньше, да, а на сегодняшний день они её оценивают в рамках комплексного подхода. Это заходит на дом подрядчик, он сразу ремонтирует крышу, фасад. Все системы получают... Все основные системы жизнеобеспечения, собственно, квартирного дома. Сейчас попробуем микрофон другой Константину поставить. У нас, да. Вот сейчас, надеемся, будет получше. Я же говорю, метеопредупреждение объявлено. Что-то ходит, гуляют какие-то волны. Вот, и посмотрим, посмотрим, что дальше будет. А тротуары? Тротуары. Вот как раз к вам следующий гость подойдёт. Я думаю, он может прокомментировать по поводу тротуара. Всё-таки они собираются, не собираются тротуары. А у вас там вот в этом микрорайончике будут тротуары ремонтировать? Или непонятно? Нет, в этом микрорайончике пока непонятно. Вот я и жду. Нам пообещали, что этот микрорайончик будет в рамках проекта комплексного развития. Ну вот и посмотрим. По крайней мере, в БКД уже улицы есть. Этого микрорайончика, да. Посмотрим, что будет развиваться дальше по этому микрорайончику. И будут ли там тротуары заложены. Но изначально БКД, она тротуары не предполагает. Не, она не предполагает тротуары. И они не включены в рамках БКД. Это уже будет зависеть либо от комфортной городской среды, либо это будет зависеть уже от каких-то других программ, которые заложены в городе. А вот вы, кстати, подавали заявку в программу «Комфортная городская среда», о которой сейчас пойдет речь во втором часе по этому микрорайону, или нет? Нет, я не живу в этом микрорайоне. Я просто, как говорится, оценил из тех районов, которые на сегодняшний есть, в городе Кирове, которые более-менее запущены. И пришел к выводу, что этот район, он самый такой запущенный и социально направленный. То есть и не следило даже, подают ли жители заявки на этот микрорайон? Пока не следило, честно скажу. Будут ли там скверы? Нет, ну там нет территории даже под сквер. А нет даже территории? Да, там территории нет, там внутри района очень сильно... Там плотненько все. Очень сильно плотный район, да. И там есть гаражи стоят уже в таком разрушенном состоянии, да. Там какая-то труба стоит, от какого-то предприятия осталось еще в свое время. Там еще с этим надо разбираться. Внутри района, в самом микрорайоне, там очень... Ну он старый микрорайон, он не свежий. И там, по сути, нет пока территории, чтобы развивать какой-то сквер в этом микрорайоне, внутри микрорайона. Либо там надо территорию перемежевывать, сносить, убирать старые постройки и на этой территории что-то либо развивать, либо на сегодняшний день искать какую-то другую территорию. Ну, в общем, о комплексности подхода мы только в зачаточном состоянии говорим. Да, конечно, вот мы со своей стороны, со стороны рабочей группы, на что могли, как говорят, немножко повлиять в рамках комплекса, мы это повлияли на эту ситуацию. Ну и прежде всего на дороге, раз рабочая группа... Да, потому что улицы Нагорная, ее не было. И вот после общественного слушания, которое 25 сентября проходили, она наконец-то там появилась. Хотя она связующее звено трех социальных объектов сразу же. Это с улицы Ленина и в сторону, получается, улицы Верхосунская. Там небольшой участочек, а он разбит. Если кто там часто ездит, а я туда часто езжу, в детский сад, то в данной ситуации там ужасная дорога просто-напросто. Ну, вот такая была утилитарная, собственно говоря, цель, чтобы хотя бы дорогу между социальными объектами сделали. Да, хотя бы что-то как-то и каким-то образом. А дальше посмотрим, посмотрим, как год начнется, насколько администрация отработает свои обещания. А я вот смотрю на сайте, простите, да, 30скверфрф, там предложения-то были из того района все-таки. Там есть у вас места, которые можно в районе, да. Ну, смотрю, в районе, да. Посмотрим, более полиции Клоновской, Народной, Нагорной, вернее. Я хотела это выразиться. Нет, там Нагорная, наверное, ниже. Нагорная, она проходит в сторону, она же через Ленина и дальше уходит. Ну, она перпендикулярна Ленина, да. Да, она дальше, потому что по той территории там... Мы сейчас посмотрим после эфира, мы посмотрим, что там в этом районе. Сейчас проверимся буквально на полминуты, и перейдем непосредственно к теме, которую мы запланировали, к обсуждению с Константином Сичихиным. Звучит она следующим образом. В региональном министерстве охраны окружающей среды обсудили строительство полигона ТБО в Слободском районе. Вчера о том, что создается инициативная группа, рабочая группа по решению этого вопроса, говорил в нашем эфире Роман Титов. И вот сейчас один из представителей этой рабочей группы у нас в студии, и через полминуты мы об этом и поговорим. Продолжаем наш разговор с Константином Сичихиным, членом регионального штаба ОНФ, членом региональной общественной палаты и членом рабочей группы, созданной накануне. По общественному контролю за строительством полигона ТБО в деревне Осинцы. Слободского района. Да. Определились уже с ударением, да, Осинцы? Осинцы. Итак, вчера было первое заседание рабочей группы. Вот у меня даже список есть членов рабочей группы на данный момент. Я его, может быть, по ходу нашего сегодняшнего эфира озвучу. Собственно говоря, как я его получила? Просто Тамара Яковлевна Ашихмина, моя коллега по общественной палате, вчера как раз с этой рабочей группы пришла на наше совещание в общественную палату, и мы вкратце с ней тоже об этом поговорили. Ну так что же, что было вчера, и как, собственно... Давай начнем с того, как ты оказался в этой рабочей группе. Давайте начнем с того, что эта рабочая группа, она создана по инициативе района, Слободского района, не по инициативе министерства природы, не по инициативе депутатов или еще кого-то, а именно по инициативе Слободского района. Властей. Властей Слободского района на сегодняшний день. По той причине, что есть, как говорится, много вопросов, на которые нужно получить ответы для людей, для людей, которые проживают и в Слободском районе, для людей, которые проживают и в городе Кирове, и для людей, которые владеют дачами, садоводствами или еще каким-то образом в этой территории. И на сегодняшний день в районе, а именно в том небольшом анклаве, где находится полигон, это в районе Вахрушей и приближающих деревень, создается такой информационный фонд местными, что данный полигон будет строиться в противоречии всех законодательных норм и правил. Хотя мы с вами неоднократно знаем, что он уже прошел не одну госэкспертизу. Да, там были вопросы по археологии, но все-таки этот вопрос был со временем решен. И на сегодняшний день, как говорится, документы, законно получены документы на строительство данного полигона. Там все вопросы, насколько я знаю, сняты за это время. И вопросы по авиапредприятию, по аэродрому в Порошино, и вопросы по гидрологии, и вопросы, как ты сказал, исторические, археологические и прочие. Да, на сегодняшний день все вопросы... Экологическая экспертиза проведена давно, и все эти документы в открытом доступе, они представлены за эти полтора года пока, в том числе общественная палата с этим работает, всеми министерствами и ведомствами, любому заинтересованному лицу. Но все равно на сегодняшний день мы наблюдаем, что в Ахрушах постоянно, там чуть не каждый месяц, проходят митинги, и кто-то как-то пытается эту ситуацию не то что расшатывать, а каким-то образом доносить ненадлежащую информацию, во-первых, до людей, во-вторых, пытаясь опровергнуть все документы, которые выписаны государственными структурами, которые поднадзорны на сегодняшний день за строительством данного полигона и выдачей данных документов. 24 декабря, если не ошибаюсь, там последнее массовое мероприятие проходило в Ахрушах после того, как люди заметили строительную технику. Да, последнее там было где-то под Новый год практически, потом вот сейчас недавно они там проводили опять акцию, в районе полигона купались в пруду, и в данной ситуации... В Крещении было? Да, да, в Крещении как раз они там провели такое мероприятие, и в данной ситуации надо понимать, как бы, и охота вот сейчас, вот мне лично охота самому сейчас все-таки вникнуть в эту ситуацию более глубоко, потому что ранее я ее практически не вникал в полигоны Синцыкак, и что, куда, зачем, потому что не было то и времени, и желания. На сегодняшний день со стороны района поступило предложение войти в состав этой рабочей группы, так как, да, я не скажу, что я эксперт по каким-то там, не знаю, строительным, по мусорополигонам, да, но, по крайней мере, есть опыт уже наработанный в рамках работы общественной группы, общественного контроля, да, и как это должно осуществляться, и как на сегодняшний день это должно быть взаимодействие между контролирующими муниципальными какими-то структурами и обществами гражданами. Почему? Потому что вот вчера как раз мы когда... Можно сказать вчера, я даже не назову, что это было вчера какое-то совещание, либо еще что-то, да, это вчера просто была встреча для познакомиться с теми людьми, которые будут присутствовать в этой рабочей группе. Вчера там не было порядка там еще пяти человек, и именно там граждане, ну, будут активно... Их приглашали. Да, их приглашали, но они не смогли по некоторым причинам присутствовать. Там будут представители деревни, которая самая ближайшая к этому полигону на сегодняшний момент. Да, там даже ближе, наверное, не знаю, какая-то деревня там есть. Не Осенцы, что ли? Не Осенцы, нет, там есть деревня, рядышком практически, она недалеко находится. Насколько мы знаем, ближе трех километров нет ничего. Ну, помню, я сейчас название не скажу, потому что я не сильно там ориентируюсь в местности, да, как она называется, но, по крайней мере, представитель от этой деревни, как нам пояснили, он будет присутствовать в рабочей группе, да, чтобы тоже они понимали, так как они, можно сказать, самые первые, которые, как все нас уверяют, почувствуют этот запах, который, по сути, не должен находиться от этого полигона, если все выполнено в рамках проекта, если все выполнено в рамках той нормативной документации, на которую выдано разрешение на строительство. И что очень важно, если будет такая производиться эксплуатация, согласно всем нормам и правилам. Да, 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 да. Ведь основная эта претензия в этом, потому что и на старых полигонах тоже существуют правила и нормы, но они нарушались все предыдущие десятилетия. Потому что у нас на сегодняшний день нам нечем гордиться, как это проще сказать, нам нечем гордиться ни одним полигоном в Кировской области, чтобы его можно было показать. Вот он на лежащем состоянии находится. Я больше тебе скажу, я в стране таких полигонов-то. Может быть, они есть? По пальцам одной руки пересчитай? Просто про эти полигоны, про них, ну, я вот могу даже, ну, навскидку, я знаю, что неплохо обслуживается полигон Лубягина, который находится под Куплитом. Мы не слышим про него больших реплик на сегодняшний момент. Хотя там очень близко располагаются различные населенные пункты и садоводческие хозяйства. Конечно, вы посмотрите, какая плотность данного района на сегодняшний день, да. И полигон находится уже не первый год, а вопросов-то по этому полигону практически нет. Ну, я лично не слышал вот за этот период времени, когда мы практически занимаемся полигонами, обсуждаем осенцы, обсуждаем эту ситуацию. И мало того, там совершенно другой категории мусор захоранивается. Конечно, он более опасный. Более опасный, и мы про этот полигон... Совсем не то, что будет, если будет в осенцах. И про этот полигон мы не слышим. Это значит, о чем говорит? О том, что можно содержать полигоны в надлежащем состоянии, о которых просто-напросто не будут задавать много вопросов. И в данной ситуации, а когда мы уже приходим к такому выводу, что у нас вариантов нету, просто их нету. Если можно еще года два было о чем-то рассуждать и обсуждать, то на сегодняшний день мы приходим к такой ситуации, что у нас нет вариантов, что город либо он встает по мусору на сегодняшний день и пытаемся распихивать по углам и куда-то там вывозить, либо нам нужен... Куда-то там некуда? Это значит, будет несанкционированная свалка и прочая? Я подразумеваю по тому, что вот этот весь мусор, он начинает потихоньку разъезжаться по всем районам, где у нас более-менее на сегодняшний день работают полигоны. Наверное, на Линск, Оречевский район, и все, и там Орлов. И вот это же что такое куда-то там, да? Ну надо же понимать, чем дальше от областного центра, тем дороже услуга, тем дороже транспортная доставка данного мусора. И в данной ситуации у нас просто-напросто не остается никаких вариантов, как запускать данный полигон на сегодняшний день, так как и за ним просто-напросто делать общественный контроль, государственный контроль. Давайте вернемся все-таки к главной задаче создания этой группы, это как раз организация грамотная, общественного контроля за строительством и эксплуатацией полигона. Это самое важное на самом деле. Потому что там о создании рабочей группы говорили еще как раз два года назад, когда первые ласточки, первые активисты пришли на заседание общественной палаты. Вот там же в течение двух часов обсуждался этот вопрос, и вопрос контроля общественного в первую очередь ставился и предлагалось, между прочим, властями создать такую рабочую группу контролирующую, но, к сожалению, не смогли жители объединиться, там несколько таких вот каких-то было там групп, и каждый гнул свою какую-то линию. Кто-то призывал, значит, выходить на митинги, кто-то говорил, что его трехмиллионный, значит, коттедж теперь не будет стоить столько, вот, кто-то боялся, что будет запах, кто-то говорил, что сомневается в документах. Значит, все, чуть не каждую там неделю были встречи с кем-то на протяжении всего этого времени, но с кем-то все было разрознено, да. А еще была такая история, о которой тоже говорилось неоднократно на совещаниях вместе с жителями, что необходимо, чтобы жители почувствовали заботу о себе. То есть вот этот полигон, это должна быть не просто свалка там какая-то, да, которая причиняет вред, неудобства, но и просто где-то есть. Это предприятие, которое должно соответствовать современным нормам, давать рабочие места местным жителям. И мало того, если они считают, что их права где-то нарушаются, хотя это все в рамках законодательства, но тем не менее, если они говорят, что нам некомфортно, мы опасаемся, мы вот думаем, что так вообще, то предлагалось тогда разработать некую программу, да, социальную программу, которая будет давать больше преференций и каких-то конкретных там вещей жителям прилегающих деревень и районов. Об этом говорили вы на собрании? Ну, вчера, я еще раз говорю, вчера было такое как бы мероприятие знакомство, да, мы пока не начинали обсуждать какие-то глубокие вопросы, определились сейчас, что ближайшее заседание, оно пройдет либо с инвестором, чтобы ознакомиться с проектной документацией. Компанией САХ. Да, с компанией САХ, чтобы более плотно ознакомиться с документацией, сделать какие-то, может, копии для нас, которые требуются, да, для дальнейшей работы рабочей группы, определились с будущим руководителем, да, на рабочей группы, да. А вы еще не определились? Нет, определились, я говорю, определились. Он у нас будет на связи, это Виктор Вершинин. Через минуты три. Да, это Виктор Вершинин, он общественный активист с Вахрушей, который уже там с самого начала практически занимается общественным контролем по данному полигону, начиная там еще, когда только-только первые нотки, первые информационные были информации в источниках, когда там вот будет полигон и все-таки там земля выкуплена, да, инвесторам. И на сегодняшний день он присоединился к этой же рабочей группе и решил ее возглавить. Это говорит о том, что... Он сам себя предложил. Да, практически он сам себя предложил в данной ситуации. И практически это говорит о чем? О том, что не какой-либо там госчиновник, не какой-то, ну, не депутат будет возглавлять данную рабочую группу, да, а будет возглавлять общественный активист. Не член общественного палата, а просто общественный активист, который уже не первый день занимается данной проблемой, который понимает эту проблему от АДАЯ, и который здравыми глазами может оценить эту проблему и с точки зрения людей, которые живут в Ахрушах, потому что он живет сам в Ахрушах, да, и с точки зрения профессионала, потому что он уже так углубился туда, что он там многими терминами может спокойно с любым профессионалом пообщаться, да. И в данной ситуации, как бы, это правильный подход. Именно вот мы начали, я как понимаю, с правильного шага, что руководителем рабочей группы стал человек, который независимый ни от кого на сегодняшнее время, как бы на данное время, да. Он просто житель в Ахруши и занимается общественным контролем уже не первый день по этому полигону. Он не новый человек, и его все знают, что вот он занимается. Плюс он является одним из модераторов группы ВКонтакте. Там порядка двух тысяч, ну, около там 1600 или 1800. Как раз эта группа ВКонтакте, которая на сегодняшний день, Слободской район против полигона, да, так и она называется. Так он против все-таки? — Я еще раз говорю, он, это группа ВКонтакте, которая была создана в свое время общественными активистами в Ахруши, да. — Это когда только тема поднималась, вот начинала звучать, да? — Да, тема поднималась, понимаете. И со временем многие люди, которые там уже в свое время были категорически против, они сейчас маленько меняют свою позицию. Да, остаются люди, которые категорически против. Есть люди, которые на сегодняшний день, как Виктор, которые свою позицию с какой-то точки зрения, на мой взгляд, откажется, и это не... Они меняют свою позицию только по той причине, что видят, что ситуация меняется, и отношение инвестора, как я понимаю, потому что если нам готовы предоставлять там проектную документацию, готовы быть открыты, готовы там... — Так они и раньше не закрывали, правда. — Вот я же со своей позиции сейчас рассуждаю, да, а моя позиция, она такая, какая есть, как я это вижу на сегодняшний момент, да, но при этом анализируя мнение граждан, которое было раньше. Все говорят, что раньше они были закрыты для всех и не предоставляют ту информацию, которая требуется, да. Значит... — Ну, я не знаю. На самом деле, ну, вот, такое есть правда. Вот с момента, как только попал этот вопрос общественной палаты, два года почти назад, и документация, и все встречи были абсолютно открыты. Другое дело, что каждый раз приходят новые люди, которые не знают об этой ситуации. Я вчера была свидетельницей такого выступления на общественной палате как раз, да, когда уважаемый нами человек пришел и пламенную речь произнес, ровно такую же, как я произносила два года назад, но просто потому, что он только что узнал об этой проблеме. А пройден уже длительный путь, сделано уже очень много, и очень важно не застопориться, а двигаться конструктивно дальше. Вот поэтому очень важно, что рабочая группа возглавляет человек, который уже долгий путь проделал в этой ситуации. — Ну, давайте попробуем с ним связаться. С Виктором Вершининым после рекламы, да. — И в перерыве мы общаемся с нашим гостем Константином Сичихиным, ну, самое актуальное сейчас его представление этого член рабочей группы по общественному контролю за строительством полигона ТБО в деревне Осенцы Слободского района. Давайте напомним по срокам-то, когда он должен все-таки уже заработать, да? — Полигон, если, как обещают инвесторы, они уже хотят весной его запустить. — Весной этого года? — Этого года, ну, да, конечно, весной этого года хотят запустить его. — Любопытно. — Я не знаю, я вот не могу. — Я сейчас, когда пойму, как говорят, вот для чего я в рабочей группе и нахожусь, когда я пойму сейчас на сегодняшний день, насколько там, в какой стадии они строительства находятся, насколько это реально запустить весной этого года этот полигон, да, от этого я уже буду утверждать, но со слов, как мне передали, что инвестор хочет запустить уже весной этого года данный полигон. — Не то, что хочет инвестор запустить. Там есть определенная документация, которая тоже ставит инвестора в рамки, там, сдачи сроков и прочее, прочее. — Не надо забывать, что у нас все сроки по эксплуатации нынешней свалки в Костино давным-давно закончились. — Да, конечно. Вот и про Костино тут даже говорили. — То есть, как только возможность появится вывозить на другой полигон, это было все Костино, надо консервировать, рекультивировать. — По Костино уже, кстати говоря, на общественном совете при Министерстве экологии тоже обсуждался вопрос рекультивации, есть федеральные программы по рекультивации полигонов и, между прочим, жители Слободского района и Вахрушей, они уже и туда смотрят, Володя, задают вопросы, вот в ряде всех вопросов, которые сейчас существуют, на нынешний момент, вопрос их распространяется на далекое будущее. — А сколько? 10-15 лет? — Вот не могу тебе сказать. — В том числе и как это будет рекультивировано, потому что очень важно, что в итоге возникнет на этом месте, и я, кстати, с ним согласна совершенно. — Это про Костино мы говорим, да? — Нет, и про этот полигон в Осенцах тоже. У нас есть связь с... — Звукорежиссер говорит, что есть. — У нас есть связь с Виктором Вершининым, руководителем рабочей группы по общественному контролю за строительством полигона ТБО в деревне Осенцы Слободского района. Виктор, добрый день. — Добрый день. — Добрый день. — Я на радиослушателе ведущий Константин. — Добрый день. — Виктор, ну вот, смотрите, давно ведь шла речь о том, что необходимо создать какой-то грамотно работающий орган, который будет заниматься контролем на всех этапах за строительством, эксплуатацией и рекультивацией дальнейшего полигона, за взаимодействие с инвесторами с городом и с регионом, за тем, чтобы жители не страдали, а может, наоборот, получали только какие-то вещи дополнительные, которых мы вот, например, не имеем, да, социальные какие-то проекты, чтобы возникли в вашем районе. И вроде бы вчера вот это был первый такой шар, где вы попытались объединиться и, возможно, обсудить какие-то вопросы. — Ну да, все верно. Создание, скажем так, группы общественного контроля за строящимся объектом будет, я считаю, что будет иметь только плюсы как для жителей населенных пунктов, окружающих данный объект, так и для непосредственно самого застройщика. — Виктор, давайте конкретики побольше. Вот первоочередные задачи, первые шаги, которые сейчас в роли руководителя рабочей группы, да, лично ваше видение, да. Что нужно делать? — Значит, первоочередные шаги я вижу такие. Во-первых, ознакомиться с рабочей документацией по данному объекту, всесторонне изучить и снять те негативные вопросы, то есть у жителей за время вот всей этой борьбы накопились определенные вопросы, то есть какое негативное воздействие может оказать данный объект. И специалисты, которые будут входить в данную группу, они должны опровергнуть вот эти моменты. — То есть вы объективно считаете, что эта информация, эти мифы, эти слухи будут опровергнуты? — Ну, это задача, фактически, это задача этой группы. — Но сами-то вы, Виктор, ведь знакомились на протяжении этих лет, вот полутора, почти двух лет, как активно работает над этой проблемой, там, до взаимодействия именно с гражданами, потому что они взаимодействовали, в этом было все, весь корень зла. — Вы знакомились сами, вы представляете себе и документацию, и разрешительную документацию, экспертизу и прочее? — Да, я знакомился, но достаточно отрывочно, то есть не было полного доступа к документации. Изначально сама компания, скажем так, пиар-компания по этому объекту, она была провальной, то есть начиная с общественных слушаний, которые были проведены, да, в рамках закона. Но жители не были никак оповещены, и на общественных слушаниях присутствовало там порядка 15 человек, это сотрудники непосредственно штаха и сотрудники администрации. — Это в Вахрушах, да, проводилось, насколько я помню? — Нет, в городе Слободском. — А, в Вахрушах, да. — Это в городе Слободском, и оповещение о них было в тех газетах, которые там минимальное количество людей выписывают. — Это традиционно. Это традиционно. Втихаря быстренько сделать общественные слушания, понятно. А это провалили информационную, во-первых, общественные слушания, во-вторых, информационную работу с горожанами и с поселенцами провалили. Но теперь она будет вестись. Вот первый шаг вы обозначили, то есть комплексное ознакомление с документацией с разрешительной для того, чтобы осознать дальше. — Дальше, значит, мы хотим понять, что все-таки будет на этом объекте. По той документации, с которой нам удалось ознакомиться, значит, проектный срок использования данного объекта 8,5 лет и включена рекультивация. Сейчас уже об этом говорить нельзя, потому что будет расположена там сортировка мусора и объем расчетный захоронения мусора. Он будет изменен. То есть 8,5 лет этим сроком точно уже не ограничится. — Увеличится срок. — Из-за того, что сортировка будет? — Да, из-за того, что срок будет. — Будет сортировка. — С 2019 года запрещено будет захоронение несортированного мусора. Поэтому, насколько мне известно, компания «САН» сейчас там не ведут переговоры по покупке линии сортировки. — Линии сортировки. Так. — И, соответственно, мы понимаем, как здравомыслящие люди, что все те вложения, то есть там затраты порядка 100 миллионов рублей на дорогу от федеральной трассы до непосредственного места расположения полигона, плюс затраты на установку вот этой линии сортировки. И эти объекты потом, инфраструктуру всю, их никто не бросит. То есть мы полагаем, что размещение объектов и место там по переработке объектов здесь навсегда расположены. — То есть сортировочное производство будет существовать, вы считаете? — Ну, это в дальнейшем. — Скорее всего, да. То есть если здесь располагаются, то это навсегда. — Эту дальнейшую территорию можно даже рассматривать как какой-то мусор с перерабатывающим кластером на будущее, потому что все-таки проект, вот как Виктор правильно говорит, уже более 8 лет будет, то можно эту территорию уже как-то там даже и производство можно будет, чем какое-то будет рассматривать, потому что мусор будет пересортироваться и тут же из этого мусора можно будет производить какой-то продукт на сегодняшний день, как это производят в Чебоксарах. — Но, Виктор, там появляется в таком случае возможность возникновения уже какого-то даже градообразующего предприятия. — Да, да, для района. Именно для района это уже можно рассматривать. Вот это и охота сейчас на сегодняшний день спросить все-таки, есть ли мысли у инвестора в дальнейшем, если он уже начинает вкладывать в сортировку, если он начинает... — Не хотят люди наши жить одним днем? Хотят знать, что ждет их и их детей и через 5, и через 10, и через 20 лет? Да, Виктор? — Да, все верно. То есть я как житель сам поселка Вахруши, то есть здесь живут мои родные, друзья, и как бы никуда мы отсюда уезжать не собираемся. Поэтому хотелось бы непосредственно самому обладать полной информацией о строящемся объекте. Тем более вот сейчас у меня появилась возможность контролировать процесс, ну и непосредственно доносить эту информацию до остальных граждан. — А ваши земляки, Виктор, знают, что некие социальные льготы можно получить, если это предприятие будет находиться именно там? — А еще ничего такого не озвучено. — А не озвучилось? — Нет, может быть, есть у вас какие-то мысли уже о том? — Да, Виктор, о том, какие социальные проекты? — Я бы очень аккуратно, да. — Пока нет? — Пока нет. — Но готовиться, насколько мы знаем, как только будет подготовлен, мы, конечно же, здесь все озвучим. Виктор, все-таки расскажите немножко о себе, пожалуйста. Кто вы, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, работаете где, а семья у вас какая? — Ну, семья, то есть вот мы проживаем в лесоке, лакушке, семья, двое детей. Жена, сель, купитель, которая работает, вот тоже в теле Волково, которая тоже недалеко находится от полигона. Мне 38 лет, я предприниматель в сфере строительства. — А работаете вы там у себя непосредственно или по региону, или где? — По области. — По области, да. — По области. А как, мы не знаем просто, может быть, нам будет звонить и говорить, этот Виктор, мы, значит, его знаем, он такой прохидей, я не знаю. Вы чувствуете поддержку своих, там, односельчан или своих соседей, горожан? — Ну вот, изначально, как бы, вот, я один из первых, да, узнал об этом полигоне, то есть просто там пошел слух. Я съездил на машине непосредственно на место строительства, да, увидел, что там ведется строительство, увидел площадку, табличку увидел, что вот ведется строительство такого-то объекта. Начало строительства, окончание строительства, которое было запланировано еще там на семнадцатый год. — Ну да, замораживалась там стройка, да? — Да, 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 стройка замораживалась там по разным причинам. — Виктор, у нас осталось полминуты, пожалуйста, более емко. — Да. — Так как, вы поддержку чувствуете? — Ну, поддержку чувствую, да. — А вот какая основная проблема, как вы видите, в работе все-таки с вашими там соседями может возникнуть и возникает у властей? — Ну, может, проблема... — Сейчас проблема недоверия. — Недоверия. — Проблема недоверия к властям, к разработчикам там, проектам, строителям. То есть вот эту проблему надо решать в первую очередь. — И вы связываете это с провалом информационной кампании по этому полигону, да? Судя по всему. — Да, да. — Понятно, спасибо. Виктор Вершинин, руководитель рабочей группы по общественному контролю за строительством полигона ТБО в деревне Осенцы и Слободского района. Ну, на мой взгляд, очень адекватно звучал. — Нет, я прошлое говорил, что я очень рад тому, что человек, руководитель рабочей группы стал человек, который живет непосредственно в Аханшо. — Это важно. Жена учительница, двое детей. — Да, и он понимает всю проблематику на сегодняшний день, что там происходит, и он общается с соседями, как вы говорили, те, которые также с ним обсуждают этот вопрос постоянно. — Ну, очень важно нам узнать, какие социальные программы все-таки будут подготовлены для жителей Вахруша и Слободского района, какова будет позиция, будет ли стратегический план развития этого полигона и мусоропереработки у инвестора и у властей тоже, потому что непосредственное участие, и мы, конечно, будем следить за этой ситуацией. Константин Сичехин был у нас в гостях, член регионального штаба ОНФ, член общественной палаты Кировской области. Прерываемся на новости, тематические программы, никуда не уходите. — Да. Константин Сичехин Константин Сичехин Константин Сичехин Константин Сичехин Константин Сичехин